На день 29-я школа превратилась в настоящую поликлинику. Медицинский пункт развернулся на первом этаже учебного заведения. Сегодня все школьники, к слову, не только этого учреждения, но и многих других, имели возможность проконсультироваться у педиатра по вопросам нарушения осанки и сколиоза, пройти обследование у кардиолога, сделать электрокардиограмму сердца, а также УЗИ щитовидной железы, побеседовать с психологом, психотерапевтом, наркологом, гинекологом и эндокринологом. Вне плановый медосмотр школьников далеко не беспочвенен. Цель этого этапа акции – побудить молодежь больше времени уделять своему здоровью, как физическому, так и психическому. Сегодня основа, скажем, предупреждения всех заболеваний – это все-таки профилактика и формирование здорового образа жизни. Какое направление ни возьми, все зависит от профилактики и от вопросов формирования здорового образа жизни. Доктора идут к пациентам, а не наоборот – это важный, но далеко не единственный этап масштабной инициативы. Всего акция включала в себя четыре блока. Несомненно, самый запоминающийся – блок здоровой и полезной еды. Центр здорового питания развернулся недалеко от медпункта. Дети с удовольствием дегустировали продукты питания. На шведском столе – мясные и рыбные, хлебные, молочные, овощные и фруктовые блюда. Цель этого блока – как можно шире показать ребятам, что альтернатива вредным чипсам, кока-коле и бургерам есть. И она с легкостью даст фору всему фастфуду. У нас уничтожает плохая пища. Ведь каждый человек, который употребляет эту пищу, у него, например, печень ослабивает или желудок портится, если до этого он попадает в больницу. А с помощью здорового образа жизни он продлевает себе жизнь. Человек должен больше заниматься спортом, но меньше кушать всякие сладости и, как еще точнее сказать, плохие продукты. Например, решки, чипсы и пить какую-нибудь вредную воду. Повестка дня четырех акций обусловлена статистикой. Согласно данным, уровень общей заболеваемости детей и подростков в Бресте районе за 2016-й составил без малого полторы тысячи случаев на одну тысячу детей. Среди наиболее частых недугов школьников – нарушение осанки. Ребята, идя по школьной лестнице, некоторые получают нарушение осанки, сколиоз. Поэтому с ними будет проводиться разъяснительная работа, как правильно пользоваться наклонной партой, как правильно пользоваться конторкой. Потому что сегодня, кроме того, что есть нарушение использования мебели, наряду с этим те же тяжелые ранцы, пользование компьютером – все это приводит к нарушению осанки и к тому же к сколиозу. Охват этой акции сегодня составит около 500 учащихся. Всего уже в нашем городе на сегодняшний день 37,5 тысяч учащихся. Около 17 тысяч воспитанников учреждений дошкольного образования. И понятно, что на сегодняшний день здоровый образ жизни является трендом. Трендом, который мы должны поддерживать. А поддерживая, мы показываем, как надо питаться, какие продукты нужно принимать в пищу, каким продуктам нужно отдавать преимущества, каким образом нужно правильно сидеть за рабочим местом, каким образом нужно правильно проводить в том числе свой досуг. Побудить молодежь вести здоровый образ жизни и контролировать свое самочувствие – это не просто устоявшаяся фраза, а тренд, продиктованный временем. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший индикатор благополучия общества и государства, который отражает настоящую ситуацию в системе здравоохранения и дает прогноз на будущее. А потому, заботясь о себе и своих детях, именно мы решаем, каким будет завтра. Субтитры создавал DimaTorzok